ребята всем привет как я вам обещал сейчас запишу видео как разблокировать почту mail.ru во всяком случае я так сделал у меня все получилось вчера подписчик мой димас написал вот такой вот комментарий по поводу почты mail.ru и облако mail.ru у него значит заблокировалась почта и соответственно человек не может зайти в свое облако mail.ru по этому поводу я публиковал же видос вот он если интересно посмотрите но перед тем как рассказать как разблокировать почту mail.ru подпишитесь пожалуйста на мой видеоканал и так поехали ребята буквально дней 5 назад мне такое же письмецо прилетело в общем не письмо когда пытался зайти в свой аккаунт mail.ru вот значит вот такое сообщение увидел наподобие такого сообщения мы предполагаем что ваш почтовый ящик был взломан целью защиты ваших данных мы временно заблокировали доступ к ящику возможности вот этой нижней части у меня не было просто был такой текст и была ссылка чтобы на нее кликнуть и пройти для восстановления почтового ящика значит не пугайтесь я восстановил почтовый ящик буквально за пару часов значит что будем делать вас перекинет примерно вот такую вот форму для восстановления доступа к ящику тут 150 вот этих всех полей которые заполнить нужно но не обращайте сильно них внимание значит самое главное что вы должны указать это вы должны знать пароль от своей почты это сто процентов потому что вот эти значит программы они сопоставляют логин и пароль ваш для того чтобы понять разблокировать вам ящики или не разблокировать поэтому пароль от почтового ящика вы должны по-любому знать и по-любому его указать вот сюда вот форму пароли которые вы использовали для входа в ящик вот у как укажите здесь пароль это самое главное дальше пошли вот это пошла дальше муть это вот вся непонятное название личных папок вашем ящике информация о последних отправленных письмах это вообще не указывайте адресы адреса тех кому вы чаще всего пишите это можно не указывать дополнительные мы укажите при регистрации указаны при регистрации если у вас стоит стояла переадресация писем на какой-то другой email можете указать если не было то не указывайте номера телефонов которые вы указывали в настройках если у вас не было указано номера телефона то не указывайте его далее адрес пересылки вот если у вас была указана почта для пересылки то тогда указывайте какие фильтры настроек настроен какие фильтры настроены в ящике это тоже не указывать это все лишнее когда последний раз вы входили вы я просто не вид не вижу на скрине когда последний раз вы изменяли данные дата последнего входа в почту почтовая программа это можете все не указывать вы можете просто там будет такой вопросик когда ваша почта была зарегистрирована когда примерно ну примерно если вы помните укажите там год назад два года назад три года назад вот вот здесь вот как с вами связаться в поле в этом поле укажите совсем другой почтовый ящик то есть на тот куда вам придет сообщение от службы поддержки mail.ru не на вот эту почту которую вашу почту заблокировали а укажите дополнительный почтовый ящик или ваш почтовый ящик который у вас второй есть или укажите почту вашего друга к нему письмо придет вот укажите вот эту капчу если будет возможность указать какой-то номер телефона допустим вы если не использовали если вы не привязывали номер телефона почтовому ящику и будет такая возможность где-то его указать укажите свой или какой-то другой номер который куда вы сможете получать смс по любому укажите это вам понадобится если у вас почтовый если у вас не был привязан телефон то возьмите если вы свой телефон ранее никуда не привязывали почтовым ящиком возьмите его укажите вот это рекомендую вам сделать дальше укажите вот эту капчу и все и отправьте письмо нажмите кнопку отправить потом как у меня все происходило я указал вообще левые данные я только указал действующий логин это то есть действующую почту действующий пароль указал я вот потом я указал примерно когда у меня была создана почта у меня почта была там одна из почт создана год назад я указал я указал что год назад почта создана было вот и там по моему ещё было это поле где указать номер телефона которому был привязан почтовый ящик на самом деле у меня почтовый ящик не был привязан к телефону я просто указал свой почтовый Почтовый ящик второй, а на gmail.com. Вот, я его указал, ввел капчу. Я вообще не надеялся, что мне восстановят почту. Я думал, что все уже, потому что я вообще никакие данные не заполнял, кроме тех, которые я только что вам перечислил. И все, я отправил письмо. Через пару часов мне пришло письмо, что для смены пароля пройдите по вот такой-то ссылке. Я, значит, кликнул на ссылку в письме. Ну, зашел я в свой аккаунт, где у меня тут почтовый ящик заблокированный. Кликнул на ссылку, нормально сменил пароли на новые. И все, ящики разблокировали. Ящик разблокировали. И таким способом я разблокировал, по-моему, себе два или три ящика Mail.ru. В принципе, все нормально. Я даже в дате рождения, там была просьба указать дату рождения. Я вообще левую дату рождения указывал. Ту, которая у меня не была указана в почте. И все равно прокатило все отлично. Почтовые ящики были успешно разблокированы. Поэтому пробуйте, пробуйте, ребята. Сейчас можно быстренько разблокировать свои почтовые ящики. Вот эти скрины я взял с сайта LaCase.ru. Если вам интересно, я ссылку оставлю в описании под видеороликом. Можете зайти на этот сайт и почитать более подробно, как нужно разблокировать. Но, в принципе, я вам все рассказал уже. Не обязательно заполнять все вот эти данные, которые требуют. Какие папки указать, кому вы отправляли письма, когда и во сколько. Все, как говорится, даты. Все даты, все вот эти пароли и явки. Это можно не указывать. Я вам уже рассказал, что указывать. Ну, все, ребята, в принципе. Пробуйте, разблокируйте. Значит, Димас, если это видео увидит, я ему сейчас ссылку отправлю в комментарии. Пусть попробует все-таки разблокировать. Все-таки жалко будет, если у него не получится это сделать. Очень печально будет, потому что у человека в облаке Mail.ru хранились фотографии. Вот. А это уже хреново, потому что облако Mail.ru – это вообще ненадежное хранилище. Я уже об этом рассказал. Вот здесь вот в видео «Не используйте облако Mail.ru». А также вот еще у меня есть видео, где я рекомендую хранить фотки и видео. Поэтому посмотрите еще этот видос. Сейчас я оставлю в конце видео рекомендацию на это видео. Вот он, видос. Где хранить видео и фото. Посмотрите этот видос. И если вы на облаке храните какие-то свои важные фотографии, важные видеоролики, например, семейный какой-то архив, немедленно его оттуда уберите. Немедленно выгрузите все свои вот эти файлы. И больше облаком Mail.ru не пользуйтесь. Поэтому вот такой вот видос. Димас, если увидел, если посмотришь это видео, то отпишись. Отпишись. И если тебе не трудно, значит, напиши мне в группу ВКонтакте. В личные сообщения в группе ВКонтакте. Так, и какие-то скрины хотя бы сделай. Принт-скрин с экрана. Какая вообще ошибка происходит? Почему не предоставляет доступ к почте? Мне просто интересно посмотреть. Но я думаю, вариант, который сейчас озвучил, я думаю, он прокатит. И почтовый ящик и облако Mail.ru восстановится. Если все-таки все восстановится, то немедленно все скачай к себе на компьютер. Выгрузи все эти фотографии. И больше этим облаком не пользуйся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok